Продолжение следует... 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 Из-за того, что мы вчера с Евгением ездили в Озеры, значит, задача была наша такая, это восстановить контакт с администрацией, что очень активно сделано. Так, вот, покажу вам такую фотографию. Вот это мы на въезде с Евгением в город Озеры. Я там, честно могу сказать, не был, ну, больше 10 лет это точно. То есть наш полигон уничтожили где-то в 2009 году. Вот, наверное, с 2009 года я там и не был. Вот, там, конечно, поменялось все. И город сам несколько изменился, и администрация. Мэр там буквально вот сидит вот в этом здании, в этом кабинете. Он буквально несколько месяцев. Сначала он был времен назначенный, сейчас вот у него выборы прошли. Вот, очень симпатичный такой человек, очень хорошая у него команда. Надеюсь, что дальше мы будем работать и, соответственно, очень активно общаться. Вот мы возле администрации города Озера, это перед входом, как раз, когда мы ходили. Значит, администрация нам очень пошла навстречу. Они нам очень здорово помогли и в нашем вопросе по поискам, скажем так, нашего имущества и по тому, как дальше работу делать. Ну, и, соответственно, дальше, когда они узнали суть программы, то есть мы там встретились с людьми. Это тоже мы покажем потом в репортажах, которые помнят еще события 2001 года, приезд Громова, Лебедя, Савмена, это президент Адыгеи. О том, как проводилась там совместная доля, познакомились с одной очень интересной дамой, там, прям рядом с администрацией, у которой муж работал на стройке в 2001 году. Тоже, друзья, очень такая приятная вещь, все помнят эти события, да, и некоторые даже следят за тем, что происходит. Ну, и, соответственно, с администрацией, когда договорились и родилась такая мысль о том, чтобы мэра Озер пригласить на наш экофестиваль в мае месяце, он будет, скорее всего, 6-7 мая, может быть, плюс-минус неделя. Ну, ориентировочная пока такое, 6-7 января будет уже предварительно более 3,5 тысяч заявок, поэтому это будет очень серьезное, интересное такое мероприятие, и вас там ждет много-много сюрпризов. Вот, отчасти, один из этих сюрпризов, вот мы как раз ездили, готовили. То есть, что еще интересно показать вам сейчас, ну, вот, интересный кадр, это закладка нулевого километра, прям вот на этой площадке в 2001 году, видите, дата стоит. Соответственно, это вот камень, это символическое, там транспарант был со словами Лебедя, струнным дорогам России быть. Вот, соответственно, вот, что мы сейчас нашли с Евгением... Нет, так, нет, не этот кадр. Значит, вот, друзья, это неожиданно казалось, что мы там облазили весь этот полигон, он сейчас, конечно, представляет очень такое зрелище печальное, и, как видите, так сказать, нам удалось найти. Мы не уверены, прямо сейчас надо, ну, прям все параметры фотографии сделали, но, судя по тому, что это лежит прямо рядом с полигоном, то есть, это не исключено, что именно это тот камень, с которого начиналось все в 2001 году. Ну, и, соответственно, вот сегодня как выглядит здание, это вот, которое предполагалось быть пересадочным узлом здания на 50 миллионов пассажиров, с которого начиналась первая трасса. Вот, соответственно, фотография 2002 года, это вот ЗИЛ, когда был построен, когда это здание ремонтировалось, когда, реально, это Юницкий сейчас, Кошман, это был, Кошман, это руководитель госстроя на тот момент России, соответственно, вот он приезжал, смотрел это строение, этот полигон. Ну, и вот еще интересная, друзья, знаменитая фотография, то есть, вы помните, вокруг которой было очень много споров, много разговоров, это как раз Дубатовка, когда в фотошопе, повесив на своем сайте, стер фотографию Юницкого и показал потом, что он имеет причастность и даже какое-то авторство технологии. Верховный суд Белоруссии, конечно, всю эту чушь опроверг, еще там некие деятели сейчас в интернете тоже пытаются какие-то переписать историю, сделать какую-то самодеятельность, даже серьезно, это все статьи, которые сейчас вышли. А сейчас мы с Евгением, так, мы с Евгением встали, прям, если сейчас фотографию посмотрите, вот мы стоим с ним сейчас прям ровно на том же месте, мы специально выбрали этот ракурс, нашли, и вот как это выглядит сегодня. На заднем плане, видите, тоже здание, которое сейчас, то есть, это то же самое место, с которым сделана эта фотография, но, видите, там уже растут деревья, там уже, естественно, ни о каком серьезном строительстве полигона быть уже сегодня не может. Вот, поэтому вот сейчас, исходя из той логики, которую вот заложили наши вот эти вот оппоненты о том, что фотография, и все-таки каждый, кто фотографируется на фоне 131-го ЗИЛа, вот этого нашего первого ЗИЛа с озер, он имеет отношение, может называть себя совладельцами, совладельцами интеллектуальной собственности, совладельцами технологии. Так вот, друзья, мы сейчас постараемся сделать все, и похоже у нас это получится, что в мае в Экофесте у вас у всех будет такая возможность, и, соответственно, у всех будет возможность сфотографироваться и быть сопричастным, и быть совладельцем технологии, так же, как сегодня себя называет Дубатовка. Ну, это вот то, что касается, друзья, действительно, вот тут пишут, это как действительно из прошлого, это действительно, друзья, все-таки уже история, это 15 лет, и мы к этому подходили как к самолету братья Райт, как именно к тому, что демонстрировал первые технологии. И сейчас, если уже начиная вот такой анализ из прошлого, то в 2001 году произошло очень серьезное такое изменение, я так называю метаморфоза, когда изобретатель и одиночка Юницкий, который работал, показывал, изобретатель, инженер, именно стал преобразовываться, и произошло следующее, уже очень важное для нас, друзья, событие, когда Юницкий стал генеральным конструктором, собрал коллектив и смог уже реализовать именно концепт, идею струнных технологий, стенд, и вот эти озера, 2001 год, показал, конечно, очень многое, вот, он показал существование технологии о том, что многотонная машина, 16 тонн, может выдерживать и находиться на путевой структуре, метр которой весит меньше 100 килограмм, Это очень серьезная лаборатория, там было очень много испытательной аппаратуры, которая измеряла сцепление колес, изгибы, натяжение, растяжение самих рельсов, то есть это был огромный комплекс научных мероприятий, которые были с 2001 по 2009 год проведены вот на полигоне в озерах. И, соответственно, после его уничтожения, это, с одной стороны, это научный, очень большая потеря, потому что, если бы этот полигон доставил до сегодняшних дней, то мы бы уже были, ВОЧ увидели 15 лет воздействия осадков, 15 лет воздействия на узлы, на агрегаты, на путевую структуру, и само по себе это, с научной точки зрения, очень полезно. Но не суждено было по разным причинам этому полигону или этому первому стенду дожить до наших дней, соответственно, слава Богу, хоть вот эта лаборатория, она как бы там сохранилась, и дальше она будет служить уже с исторической точки зрения, именно как первый подвижной состав струнных дорог, как именно первая научная лаборатория, которая изучала именно и работала на получение научных данных именно с путевой структуры. И озера, конечно, это были большие надежды, это был очень серьезный, как бы такой вклад и задел. На будущее мы думали, что достроив и показав эту путевую структуру, очередь будет стоять от озера до Кремля, и очень были удивлены, когда ничего подобного не произошло. Более того, что когда достучались до президента страны, этот проект был не то, что закрыт, а неизвестными людьми, по неизвестной причине, как любит говорить Алексей Суходоев. Он уничтожен полигон и вывезен в неизвестном направлении. Единственное, что можем сказать, что это произошло после поддержки президента Медведева на госсовете, когда губернатор Ульяновской области Сергей Иванович Морозов доложил и показал, что у России есть все шансы стать мировым технологическим лидером, именно с точки зрения формирования новой транспортной инфраструктуры. После этого произошли определенные события. И дальше, вы знаете, что мы еще в ряде стран пытались запустить проект, в частности в Литве, что тоже дало очень большой опыт. И сегодня в Белоруссии, в Марьиной горке, недалеко от Минска, мы приступили уже к ходовым полевым испытаниям именно уже электромашин второго уровня. И вот здесь вот, друзья, как раз мы подходим, так как мы сейчас анализируем и подводим итоги 2016 года, скажем так, вопреки или сапонирования нашим, так сказать, доброжелателям, недоброжелательным оппонентам, конкурентам. Вот сейчас, друзья, мы очень четко можем понимать, и здесь, друзья, кто бы что ни говорил, особенно, понимаете, я вчера на вот этой Марьиной горке, извините, в озерах, просто сама дорога, ведь я туда ездил там по 3-5 раз в неделю, мы жили там практически год на этом полигоне, там каждый куст знаком, каждый там жили в гостиницах тогда рядышком. И, естественно, что это, о, Андрей, смотри, появился это самое, деятель тут, видите, засланец у нас он есть, это я его сегодня блокировать не успевал, это самое, Андрей, разберись с этим парнем, так сказать, вот, а то он там начинает это, так, права ждут, а что, Андрей, у тебя нет прав? Сейчас, друзья, извините, я сейчас Андрею права настрою, чтобы он мог с этими друзьями, так, извини, извини, Андрей, да, сейчас, я считал, что... Так, все, Андрей, я тебе включил все-все права, так что можешь, так сказать, этих деятелей смело сейчас уже, так сказать, это выкидывать, а то они как-то... мне пришлось днем, я говорю, даже чат отключать, потому что начинают всякое вот это, и приходится отвлекаться, и они людей, соответственно, отвлекают. Так вот, друзья, по поводу вот этих вот ощущений, которые были, вот, озера, это, ну, во-первых, это довольно-таки давно, 15 лет назад, во-вторых, все-таки был совсем другой этап развития технологий, вот, и сегодня, когда есть возможность сравнить то, что с чего начиналось, как делалось в озерах и в Марьиной горке, я как все-таки свидетель того, что происходило, друзья, это, конечно, небо и земля. И на сегодняшний момент то, что генеральный конструктор Юницкий именно сегодня инженерную школу поднял на такую большую высоту, и здесь уже, друзья, это не просто слова, там, скажем, того, кто давно знает Юницкого, кто работает вместе с ним, который очень хорошо понимает, но сейчас, друзья, приходит уже и осознание, и понимание другого уровня. Вот вчера, сегодня Анатолий Доварчев встречался с министром транспорта Индии, и мы постоянно в переписке и с ним, и с Виктором Бабуриным. Так вот, друзья, по тому эффекту, который сегодня производят именно презентации и показ самой технологии, то есть вплоть до того, что Юницкому предлагают и остаться в Индии, говорит, вы там будете национальным героем, вы измените вообще ход истории Индии, и настолько действительно предлагают сегодня интересные вещи, но так как сегодня Юницкий работает уже не только в Индии, а в нашей уже международной группе компаний, в крупной именно корпорации, которая работает практически уже по всем континентам, то естественно, что планы идут намного дальше и намного серьезнее, чем только в Индию и в, ну, скажем там, в Индонезию, Филиппины, где сейчас запускается первый проект. Но, друзья, признание технологии и осознание технологии экспертами сегодня приходит, и сейчас здесь уже можно ссылаться, в наших оппонентах мы много говорим, что вот мнение там, какой-нибудь додик или там засланец там сказал это, или там какие-то мне постоянно присылают, там какой-нибудь эксперт в интернете дал там очередное свое видение там с точки зрения технологии и так далее. Так вот, это все, друзья, не стоит уже никакой значимости, или вообще можно на это не обращать внимания, потому что, ну, как вы представляете, на что можно опираться? На мнение министра транспорта Индии, который просто восхищен технологией и сегодня запускает адресные проекты, и как Виктор Багурин сказал, что Индия – это и есть весь наш адресный проект. Когда я ему вопрос задал, я говорю, да, вся Индия – это и есть адресный проект. То есть там, куда ни ткни, сейчас там везде надо, везде запускается, и просто сейчас это вопрос времени, где начнется первый, второй, третий или там дальше проект. Вот, поэтому или экспертное мнение министра транспорта Словакии, или сейчас вот уже идет мнение Сергея Ивановича Морозова или Андрея Шаронова, это президент группы компании «Сколково». Вот, это вот мнение этих людей можно опираться, можно говорить, и к ним можно оппонировать и смотреть, как они относятся к технологии. А, друзья, такого уровня эксперты, когда они видят готовые машины, когда они видят ходовые испытания, когда они понимают, о чем идет речь, эти люди, как умные люди, задают грамотные вопросы, получают ответы и, соответственно, представляют и создают свое мнение о технологии. А те деятели, которые там, вот сейчас он пишет один додик, или там те, которые пытаются изображать в интернете, не понимают, они всегда будут говорить, даже когда все поедет, сделает, будет адресный проект, они все равно будут искать блог, все равно будут рассказывать, почему и как это все не поедет, или почему у нас что-то здесь не получится. Это, друзья, было до 29 ноября. 29-го – это тот вот водораздел, это та, действительно, дата, которая делит на болтунов и не болтунов. Мы, к сожалению, и это время было очень тяжелым для всей команды, лично для инженера Юницкого, когда он, работая по системе краудинвестинга, инвестпроводящая система, которая финансировала и была заказчиком экотехнопарка, он вынужден, и мы были вынуждены все говорить, что мы будем делать. Что мы будем собирать конструкторское бюро, мы будем получать землю, мы будем проектировать, мы будем заказывать, мы будем строить, мы будем испытывать, будем сертифицировать. И это всегда, друзья, было, и поверьте, нет, я не понаслышке это знаю, я три года произносил эти слова, мы будем это делать. И можете нам поверить, что мы это сделаем, потому что мы это делали в озерах, мы это делали в еще ряде сегодня и стран, и полигонов, и так далее, и так далее. На сегодняшний момент уже пришло то время, когда можно говорить, что мы сделали, что технология существует, что конструкторское бюро функционирует, что сегодня создана вся демонстрационная доказательная база для того, чтобы уже серьезно привлекать и заказчиков, и инвесторов, начаты ходовые испытания, и сегодня Юницкий уже выходит в ряд нормальных представлений о том, что это человек, который создает и создал технологию. И ему оппонировать, и уже не просто гавкать, или булькать, или как там некоторые сегодня наши сотрудники в интернете позволяют себе просто обливать дерьмом там все, что можно, при этом ничего в жизни не создавая вообще. То есть на сегодняшний момент первый вопрос, который необходимо создавать или задавать, чтобы сравнивать, а что ты сделал или кто ты такой? И если ты, извините, прыщик с горы, вот мягко говоря, если ты в своей жизни ничего никогда не сделал, то не то, что какое ты имеешь право это делать, а просто сиди булькой и засунь свой язык оттуда, откуда ты его вытащил. Я говорю очень грубо, друзья, но это абсолютно сегодня та норма, к которой мы сегодня подошли. И дальше сегодня Юницкий, это человек, который за 40 лет доказал, что он создает технологию, он доказал, что он может это делать, несмотря ни на те препятствия, которые идут. И сегодня, друзья, мы все вместе нашей командой, мы все вместе нашим сообществом Skyway, мы сегодня сделали то, что мы начинаем говорить определенные вещи, которые уже сегодня являются реальностью. Мы говорим, что мы создали электромашину, которая может двигаться со скоростью 60 км в час только на велоприводе, то есть на электроэнергии, которая будет вырабатываться велогенератором. И что мы сегодня можем создавать экологически чистый транспорт, который может передвигаться со скоростью 150 км в час и вообще не потреблять углеводородного сегодня сырья. Мы можем сегодня утверждать, что в течение 3-5-10 лет можно создать систему, которая уберет все пробки в современных городах, которая уберет сегодня экологические смоки, которые вызваны тем, что сжигаются миллиарды тонн нефтепродуктов. Это сегодня уже, друзья, позволяет утверждать то, что мы показываем. Не то, что будет показано в завтра, а даже наша легкая сегодня транспортная система, она уже позволяет решать эти задачи. Позволяет решать задачи сегодня о том, что все контейнерные перевозки в Европе и в Америке можно сегодня убрать в автоматизированную систему и убрать все фуры сегодня с городов. Мы сегодня говорим о том, что можем разрабатывать новые месторождения, которые в принципе сегодня недоступны, такие как литиевые месторождения в Боливии, в Чили или в Афганистане. Вот сейчас один из очень интересных адресных проект по добыче литиевой воды в Афганистане. Именно вот этой легкой трассой, которая сегодня может уже добывать до 50 миллионов кубов литиевой воды, из которой можно проявлять до 15 миллионов тонн аккумуляторов. Это новая революция вообще, друзья, сегодня в электротехнике, потому что все электромашины, все накопители, которые будут в домах, и то, что Илон Маск сегодня декларирует о том, что все домохозяйства через 10 лет могут быть автономными, и каждому дому не будет подходить ни одного провода, это будет возможно только при создании именно нового производства литиевых аккумуляторов. И сегодня технология позволяет это сделать. И это, друзья, уже не то, что мы будем делать, или это будет когда-то, это уже сегодня создано. И сегодня, как в начале года мы говорили, что 16-й год, это год, когда технология выйдет, и она станет очевидна для всех. И это, друзья, произошло 29 ноября, это считается день рождения именно технологией ее демонстрации. И если говорить уже языком технологических укладов, которые ввел Николай Кондратьев, а потом развивали и академик Абалкин, и академик Глазев сегодня в Российской Академии Наук, это закончилось эмбрионное состояние технологии, когда она развивалась только внутри, об этом знали только те, кто ее создавали, и те, кто ее финансировали. 29 ноября она вышла, и сегодня специалисты, эксперты начинают уже ее смотреть, анализировать, сравнивать. И это начинается уже жизнь и активное развитие. Сегодня начинается активное уже применение и внедрение, то есть это запас так называемых адресных проектов. И сегодня, вот уже за эту неделю, у нас были делегации с Турцией, которые рассматривали проекты, хотя, понимаете, турецкая ситуация и вообще своем отношении с Турцией очень непростое за этот год, и внешний, и внутриполитический, то есть там была попытка переворота, и я как раз попал в тот момент, когда, то есть я летел буквально в тот день, когда там произошли определенные события, там обстреливали терминалы, и через месяц я летел через тот же терминал и видел там последствия, то, что происходило. Виктор Бабурин, когда летел с Танзании, тоже через Саудовскую, через Эмираты, он, соответственно, попал, то, что два или три дня даже их продержали в аэропорту, потому что был государственный переворот в Турции в это время, там были сложные отношения и со сбитым самолетом, когда было полное охлаждение и прекращение турецкого потока, сегодня мы наблюдаем обратные вещи, то есть это говорит о том, что параллельные вещи очень серьезно идут к нашему проекту, это геополитика, это сложные процессы, но на сегодняшний момент была очень большая делегация, в составе почти 9 человек было, и они договорились сегодня с головной компанией о том, что будут запускаться проекты, и Турция сегодня самым активным образом стремится в том, чтобы струнные технологии Юницкого на территории Турции пошли наиболее быстрыми темпами, и первые адресные проекты в том числе возникли в Турции, и мы с вами буквально в январе-феврале увидим уже конкретное развитие конкретных проектов. Дальше, вы видели уже, наверное, по репортажам, что готовилась, она не один месяц, это встреча с министром транспорта уже всей Индии, до этого были встречи с министрами транспорта на уровне штатов, руководство штатов, там нескольких в Индии были подготовки на уровне бизнеса, очень крупного бизнеса, но сегодня это уже вышло на правительственный, на федеральный уровень, и как раз интересно положение именно в том, что министр транспорта произнес такую фразу, что, как я вас понимаю, и сегодня проблема безопасности на дорогах, она вообще наиболее актуальна, потому что полтора миллиона человек в год гибнет на дорогах, и буквально в прошлом году министр транспорта говорил, я вынужден был перед всей нацией по центральному телевидению объявлять о том, о гибели одного из членов правительства, это министра экологии и развития инфраструктуры, которая погибла именно в автокатастрофе, и это, друзья, та реальность, с которой мы сталкиваемся все, ежедневно в нашей повседневной жизни, и 36 тысяч человек только в России гибнет на дороге, и порядка 150 тысяч человек, друзья, становятся инвалидами, это только в России, вот, соответственно, в мире порядка 15 миллионов человек становятся инвалидами, и сегодня заявление о том, что технология, которую мы разрабатываем, которую мы финансируем, которая в 16-м году вышла уже из зачаточного положения, вышла именно в технологию, которая начинает диктовать вообще реально все направление, создавать тренды и становиться реально лидером мировой транспортной индустрии, это, друзья, дорогого стоит, и это тот результат, который можно сегодня поставить заслугу в 16-му году, и нашему именно сообществу SkyWay, которое финансировало и развивало инженерную школу Юницкого, вот, сегодня мы все вместе, друзья, можем сказать, что мы создали систему, которая может убрать всю аварийность и свести аварийность на дорогах к нулю. Следующее утверждение, которое сегодня делается, это экологичность, что мы сегодня создали систему, которая может не только не потреблять углеводородное сырье невосстанавливанное и не загрязнять атмосферу, а которая еще может сама вырабатывать электрическую энергию, и вся эта система в комплексе будет еще и выдавать энергию во мне, и при перевозке возрастающего потока и пассажиров, и грузов, эта система может еще быть и энергогенерирующей, то есть весь комплекс научной школы сегодня позволяет создать систему, которая будет еще и генерить электроэнергию. Вот, соответственно, все это будет со временем показано в экотехнопарке, не сразу, не все поэтапно, но когда было общение с Сергеем Ивановичем Морозовым, он как раз сказал, что мы сегодня в Ульяновской области готовим, как он назвал ее, ветряную ферму, то есть ферму, на которой все вырабатывается ветровой электроэнергии, она же потребляет, и она же еще дает в ней. Поэтому мы с Сергеем Ивановичем договорились, что он в ближайшее время, то есть прям после новогодних праздников приедет на наш технопарк, экотехнопарк, он обязательно заключит соглашение, и мы будем на территории Ульяновской области, как когда-то в 2009 году планировали, мы будем запускать адресные проекты. Это тоже, друзья, как черта и как итог 2016 года. И согласитесь, что это довольно-таки уже немало утверждений, которые мы сегодня делали. Естественно, надо вспомнить обязательно очень большую веху и очень серьезное событие 2016 года, к которому готовились не один месяц. Это инотранс, это Берлин, это выставка, когда было продемонстрировано две электромашины. Первый это как юнибайк, как новый концепт развития, и про юнибайки мы много еще с Алексеем будем вам проводить специализированные вебинары, мы вам покажем о том, что это вообще новый концепт, новое направление, и сегодня очень многие даже не догадываются о той роли, которую юнибайк дальше будет играть в развитии вообще всей мировой цивилизации. Была продемонстрирована машина, это юнибус 14-местный, это концепт городского лифта, то есть когда система городских перемещений выносится на второй уровень, становится очень скоростной, очень дешевой и очень удобной в эксплуатации. Соответственно, когда на нашем стенде был первый вице-президент Сименса, и Виктор Бабурин ему делал презентацию, он задал один из ключевых вопросов, а какими пролетами, то есть как максимально может двигаться ваша машина, то есть это путевая структура, и то, что сегодня уже идет монтаж пролетов 200 и 400 метров без промежуточных опор, это уже очень существенно, и это производит на профессионалах неизгладимое впечатление. Вы видели, наверное, репортажи, когда я это рассказывал для заместителя Федерального агентства железнодорожного транспорта, и когда он услышал, что вот эта дорога, легкая дорога, которую вы видите сейчас на своем экране, может перевозить 20 миллионов тонн груза, и пролеты могут быть сейчас монтированы 400, на следующий год будет покажено 800, а дальше их можно увеличивать до полтора и даже до трех километров, он, конечно, это на профессионалах, друзья, производит неизгладимое впечатление, и это тоже будет показано в ближайший год на экотехнопарке Марина Горка, это тоже, друзья, то, что сегодня активно движется. Так вот, как итоги подведения именно технологических прорывов, которые сегодня уже конструкторское бюро и инженерная школа Юницкого продемонстрировала, это то, что мы являемся мировым лидером в тренде, который задает во всей транспортной отрасли. И это, друзья, не пустые слова, потому что сегодня на выставке «Транспорт России-2016» было очень много круглых столов с обсуждением специалистов. Так вот, сегодня все признали, что мобильность 4.0, то есть те, кто не понимает, это когда IT-возможности и те технологии, которые сегодня дает интернет и микроэлектроника, они сегодня идут в транспортную отрасль, и сегодня машины, поезда, они становятся умными поездами, они становятся с мозгами, они обладают зрением, они обладают интеллектом для связи с другими машинами, с светофорами, с службами спасения, с сервисными службами. Это все сегодня делается для того, чтобы решать две задачи. Первая задача – это безопасности, для того, чтобы машины могли сами помогать водителю в сложных ситуациях. И второе – это снижать экологическую нагрузку на природу, то есть меньше сжигать топлива. И это как раз называется мобильность 4.0, то есть когда возможности IT, то есть пятого технологического уклада сегодня вмонтируются в сегодняшнюю машину. Но все признают о том, что сегодня абсолютно от безопасности на первом уровне уйти невозможно. То есть сегодня есть очень много факторов, которые ни одна электроника и автоматика предыскивать не может. Это и непредсказуемые действия других автомобилей, и внешние факторы, то есть не дай бог выбежал ребенок на дорогу, как будет свести себя автоматика. То есть система абсолютной безопасности на первом уровне, где находятся все машины, пассажиры и грузы, решить невозможно. И единственное решение, которое сегодня предлагает инженерная школа струнных технологий – это выход на второй уровень. Это второй уровень, когда система становится абсолютно автоматической и абсолютно безопасной. И на сегодняшний момент это становится очевидным всем, и группа компаний Skyway здесь является просто безусловным лидером, потому что 40 лет интеллектуальных наработок они сегодня начинают реализовываться. И, соответственно, сегодня мы показываем, что система автоматики интеллектуального зрения, которое было продемонстрировано сейчас даже в охранном модуле на Экотехнопарке, они как раз сегодня решают все эти задачи, и мы сегодня именно в логике мобильности 4.0 являемся лидерами, потому что это единственная система, которая может дать автоматизированную систему абсолютного управления и абсолютно безопасной, и тем более экологичной. Но более того, друзья, мы сегодня пришли к пониманию, что мы можем уже заикаться и показывать мобильность 5.0. И как Юницкий мне говорил еще лет 15 назад, когда мы обсуждали систему, и он показывал концепцию мгновенного перемещения, я задал вопрос, я говорю, Анатолий Юрьевич, это как, телепортация что-то? Он говорит, да нет, никакой телепортации, нет никаких чудес. Нет, система мгновенного перемещения, это когда можно одновременно делать несколько действий без ущерба. Вот как вы представите, вы едете в Мерседесе, держитесь за руль, нажимаете педали, и чуть-чуть, максимум, что вы сегодня можете, это разговаривать по телефону, вы даже не можете читать и сообщения разговаривать по скайпу, потому что уже отвлекаетесь. Вот, соответственно, максимум есть сегодня общение по телефону. А если я вам задам вопрос, а вы можете заниматься спортом, в прямом смысле, и когда вы едете за рулем Мерседеса? Естественно, что сегодня ни один конструктор мне не сможет на это ответить положительно, он скажет, что это ненормальное действие. Но это так же, как в 90-м году, если бы я задал вопрос, а с каким качеством фотографирует ваш телефон? Вот вспомните телефон 90-го года, это дисковый телефон, которым надо крутить, ну, максимум были кнопочные такие телефоны, которые продают. И вот я вам задаю вопрос, а с каким качеством ваш телефон фотографирует, а еще снимает видео? Ну, такие вопросы, как, а если система GPS, может ли он сегодня мне? Ну, а дальше уже показывает камеры на дорогах или пробки. Естественно, что в 90-м году, друзья, это выглядело абсолютно глупо. Сегодня наши смартфоны выполняют все эти функции и ни у кого не вызывают вопрос. Более того, по статистике, для того, чтобы чисто позвонить по нашему смартфону, мы используем только 5% времени. Все остальное мы сидим в интернете, мы по нему работаем, фотографируем, пересылаем файлы, участвуем, используем его как GPS и так далее. И эти функции постоянно увеличиваются в виде приложения. То есть смартфон – это платформа. Так вот, друзья, то, что сегодня мы создали на уровне Unibike, и буквально на ваших глазах меньше года назад, друзья, появилась эта концепция, за полгода, даже меньше, там, за 5 месяцев она была спроектирована, сконструирована и изготовлена. И сейчас она находится, как вы видите, на своих экранах, в ходовых испытаниях. Так вот, друзья, Unibike сегодня втянет в себя все научно-технические разработки, которые созданы абсолютно в разных направлениях. Я приводил пример уже и утром сегодня, и на одних из предыдущих вебинаров, что несколько месяцев назад я был в Академгородке и общался с разработчиками, создателями системы теплоизоляции для космических станций, когда толщина всего 0,2 мм, опыление изнутри космического модуля дает так же, как, ну, если говорить, это 2 метра кирпича, если нашим земным измерением, либо 20 метров тепловатты, то, что сегодня используется для утепления домов или предварительных космических станций. Сегодня, друзья, это всего десятые доли миллиметра. Но это, естественно, стоит очень дорого, потому что это в единственном экземпляре, это очень серьезные нано-разработки, это очень дорогие сегодня композиционные нано-материалы. Но когда мы обсуждали вопрос, что если это применить сегодня для производства миллиона, десятка миллионов, сотни миллионов такого подвижного состава, то, естественно, эта цена будет крайне ничтожная. И наши лини-байки будут защищены с точки зрения теплоизоляции, так же, как защищены космические аппараты. Соответственно, мы с вами, друзья, видели и Адриан. Ну, у меня здесь ролики не запускаются, поэтому я, друзья... Ну, вы все видели ролики, как Адриан Камоц, это вице-чемпион прошлого года по бодибилдингу, занимается спортом в нашем лини-байке, крутит педали, вырабатывает электроэнергию, качает все группы мышц. Сегодня разрабатываются как раз эти тренажеры для того, чтобы, занимаясь спортом, получая фитнес-нагрузку, вы вырабатывали электроэнергию, эта электроэнергия шла на ваше движение. И мы как раз ввели такое понятие, как ваша энергия – ваше движение. Соответственно, это как раз концепция мгновенного перемещения, когда вы, занимаясь спортом, когда вы вращаете педали, когда вы еще делаете упражнения на все группы мышц, при этом можете двигаться со скоростью сначала 60 км, потом 150 км, а в следующем концепте, то есть буквально на следующий год, будет показана уже технология, как в вашем же юни-байке вы будете перемещаться уже со скоростью 500 км в час. Это тоже, друзья, все развитие. Соответственно, дальше мы обсуждали вопросы по искусственному интеллекту, то есть наша основа юни-байк – это очень хорошая платформа для того, чтобы туда установить мощнейший суперкомпьютер. И для этого есть несколько факторов. Во-первых, в рельсе, на котором он висит, находится оптиковый локнот, то есть это сразу прямая связь к очень большому передаче информации, объема. Второе, он обладает объемом и габаритами для того, чтобы установить любой габаритов и любого веса компьютера. Он может охлаждаться, он может быть любого представления. И что самое главное, это замкнутое пространство, в котором вы находитесь. В юни-байке там можно сделать идеально систему для стереоизображения, для стерео-видео, соответственно, воспроизведения звука. И для вас это будет индивидуальная, специализированная, для вас адаптированная аудио-видео-бортовая система, где вы можете работать в интернете, который будет на несколько порядков быстрее, чем сегодня. У вас будет стоять компьютер, который будет на порядки мощнее, чем сегодня мы используем ноутбуки. И как раз целое направление, которое сегодня разрабатывает центр стратегических инициатив России, это нанофотоника, нанокомпьютеры, как раз это все направление, которое в себя возьмет юни-байк. И это тоже, друзья, только часть концептов, которые сегодня развиваются, делаются. И самое главное, друзья, они уже реализуются и демонстрируются. И нас никто не может, друзья, сегодня не обвинить, не поймать за язык о том, что мы сегодня не сделали передвижной спортзал. То есть, пожалуйста, наш юни-байк, крутите педали, и при этом вы будете перемещаться. Это то, что сегодня катастрофически не хватает сегодня нашей цивилизации, каждому человеку. Мне конкретно сегодня не хватает времени для того, чтобы заниматься спортом, для того, чтобы нормально получать физическую нагрузку. И я приводил пример, когда мы с Алексеем проводили выставку «Транспорт России-2016», «Транспорт России-2016», «Транспорт России-2016» «Транспорт России-2016», «Транспорт России-2016» «Транспорт России-2016» Продолжение следует... 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 И как я не раз, друзья, произносил на наших вебинарах, это уже крылатую фразу, вы, наверное, не раз ее слышали, о том, что мы все уже смирились и привыкли к тому, что за последние 15 лет жизнь изменилась радикально. Если мне кто-то будет говорить, что не изменилась, друзья, я не поверю, потому что вот у меня сегодня любимая игрушка у детей, это уже, как она называется, Ирис, Ирбис, Ирис, да, это система интеллекта, по которой можно задавать вопросы и она отвечает. Поэтому, друзья, они просто сейчас задают все вопросы, качают все мультики, все делают, из голоса управляются. Я понимаю, друзья, что это только начало, потому что, совершенствуясь, эта операционная система, которая управляется с голосом, она буквально через год, через два даст просто радикальные вещи, именно взаимоотношения человека с компьютером и человека с интернетом. Такое-то, друзья, только начало. Так вот, вам надо сейчас привыкнуть к одной мысли, что жизнь изменится за ближайшие 15 лет более радикально. И то, что мы сегодня с вами совместно создаем, то, что сегодня проектируется, то, что сегодня уже испытывается, то, что сегодня демонстрируется, а тем более то, что будет демонстрироваться завтра, послезавтра, вот, и, соответственно, логика линейных городов, это радикально поменяет то, как мы с вами привыкли жить и как мы с вами привыкли видеть мир, окружающий нас. За ближайшие 5, 10, 15 лет жизнь изменится радикально. И то, что мы сегодня не с вами, не говорим об этом, а делаем, вы находитесь в сообществе людей. И 16-й год, друзья, он показал, что мы с вами сделали, ну, практически невозможное. Мы сделали то, что, ну, вот, из моих друзей, особенно те, кто занимается бизнесом, кто занимается в управлении, в политике, они все считали, что то, до чего мы с вами дошли, сделали, это сделать невозможно. И сегодня, да, некоторые из них признают, что, ребята, вы сделали очень много и невозможно. А некоторые говорят, давайте дальше, у вас все равно ничего не получится, там, вот, завтра у вас будет то, послезавтра у вас... Очень серьезный аргумент, который приводит, что завтра у вас придут какие-то великие миры сего и все отберут. Вот, и я сейчас вот задаю тебе вопрос, отберут что? Вот в Индии сейчас создается управляющая компания, адресные проекты, куда будет входить компания, которая владеет интеллектуальной собственностью. Там за этой компанией будет стоять руководство Индии, которое будет запускать эти проекты. У них, что ли, все отберут? Вот, все пытаются сказать, что вот мы такие беззащитные зайчики или кролики, у которых придут завтра вот так вот, это самое, все отберут. Или у нас создана управляющая компания в Австралии, возглавляет которой бывший министр транспорта, очень серьезный бизнесмен, Род Хук, человек, который вхож сегодня во все кабинеты, партнеры которого является ведущей бизнес в Австралии. И что, у него там что-то кто-то придет в Австралию, отберут? Или такие же компании у нас сейчас созданы и в Соединенных Штатах, и в Канаде, и в Израиле? Или там что-то у кого-то отберут? Поэтому, друзья, вот это вот все слова скептиков или все слова людей, которые сидят, ничего не делают и могут только пустую отмолоть языком, у них, конечно, друзья, никогда в жизни ничего не получится. А у людей такие, как Юницкий, когда 40 лет идет, и несмотря ни на какие трудности, и вот, в общем, друзья, я могу сказать, что когда уничтожили полигон в озерах, ну, я не могу сказать, что у меня опустились руки, друзья, но я просто не представлял, куда дальше двигаться. И когда мы ходили по всем кабинетам, и в очередной раз, очередной наш российский бизнесмен, который говорит, что я вам денег дам, но за это все принадлежит мне, соответственно, я тоже не видел, как куда двигаться. Сегодня, друзья, совсем другая ситуация. У нас сегодня инвесторов из 108 стран мира, из 121 тысячи человек. У нас сегодня идут десятки проектов. И сегодня уже начинается соревнование, в какой стране начнется первый адресный проект, какие фонды сегодня будут первые входить и финансировать. Естественно, что, друзья, это произойдет не в один момент. Мы ожидаем это все-таки к середине следующего года. Но если бы все было зависело от наших чиновников, от нашего министра транспорта, от нашего вице-премьера, который отвечает, я имею в виду, в России, то, наверное, друзья, я бы испытывал или от мэра Москвы, или от мэра Санкт-Петербурга, или от их окружения, то, наверное, я бы испытывал пессимизм по поводу того, когда пойдет технология и когда это начнет строиться. На сегодняшний момент, друзья, когда это развивается в десятках стран, когда мы видим людей, которым это надо, которые готовы помогать, потому что они видят именно перспективы технологий и перспективы развития транспорта для своих территорий, мне, честно говоря, друзья, абсолютно плевать, абсолютно плевать, как к этому относятся мэр Москвы, министр транспорта России, вице-премьер, который рисует концепцию 2030 и собирается развивать Дальний Восток без струнных технологий. Это, друзья, смешно. Это все равно, что в 90-м году говорить, что мы будем развивать информационную область России за счет вот этих проводов, релейных станций, алло, девушка, знаете, там втыкать эти релейные станции, ячейки и говорить, что за счет этого мы будем продвигать информатизацию. А за углом или, скажем, в соседней комнате сидят такие ребята, как Сергей Брин, который создает Google, сидит Джобс, который создает Apple, сидит Билл Гейтс, который создает Microsoft, и еще ряд такого рода людей, которым все равно плевать на эти провода, которые сегодня на эти релейные станции и на МГТС вместе взятые со всей ее проводами и, соответственно, этими ретроизационными станциями. Потому что пришла новая технология, она решила все проблемы, которые сегодня есть. И Китай, который был абсолютно не информатизирован, то есть там 15-20 лет назад не было никаких проводов, сегодня это самое большое количество пользователей интернета. Точно так же сегодня, друзья, Филиппины, Индонезия, Гвинея, Танзания, от которой Виктор только что приехал, Боливия, куда у нас еще в этом году ездил Юницкий с Бабуриным, они ездили у нас в эту самую, где у нас Коку-то делают, ну тоже в Латинскую Америку, то есть, понимаете, эти страны, которые понимают, что им нужна новая инфраструктура и они современными, существующими технологиями никогда не изменят инфраструктуру, это, друзья, меняет все радикально. И на сегодняшний момент я как раз смотрю не то, что с оптимизмом, нет, все равно, когда наши чиновники это поймут, я имею в виду здешний, когда они начнут это продвигать, сегодня, в этом году или никогда, но это все равно, что весь мир будет развивать интернет, а вы здесь будете сидеть и говорить, что это нам не надо и это никогда применяться не будет. Ну и сидите, друзья, вон Северная Корея сегодня, развитая страна, очень счастливо люди живут, там вообще нет интернета, там военный коммунизм, все ходят строем, носят одну одежду, едят по, так сказать, этой самой лоханке риса и, наверное, они хорошо себя чувствуют. И если хотят навязать такое же сегодня для развития, то вся логика показывает в другом, что тот, кто отстает, тот, кто не участвует в новых технологиях, тот, кто не встает на острие научно-технического прогресса, тот, друзья, как государство перестает существовать. И эта точка невозврата для России подходит очень и очень быстро. Соответственно, Транснет и струнные технологии будут развиваться сейчас по всему миру. И 2017 год, если, друзья, уже переходя от 2016 года, который был у нас годом становления, годом демонстрации, и он выполнен на все 100%, более того, он даже значительно перевыполнен, потому что Юницкий одновременно показывает сегодня и легкую транспортную систему, городскую, Юнибус, Юнибайк, и монтируется сегодня первый разгонный километр для скоростной 500 км в час и внизу подвесной под 50 миллионов тонн контейнеров и грузов. Соответственно, сегодня монтируется уже, посмотрите, репортажи вчера-позавчера, монтируются анкерные опоры под сыпучие грузы уже 200 миллионов тонн. То есть одновременно, как и декларировалось, идет демонстрация четырех основных направлений, которые пока закроют всю абсолютно потребность транспортной ниши во всех направлениях. И постепенно это направление будет развиваться, и постепенно оно будет завоевываться. Не сразу, друзья, ни интернет, и мобильный телефон сразу пришел, не каждому и не захватил своему. Но со временем, опять же говоря, терминологии технологических укладов, есть понятие доминирующей технологии, которая со временем займет основные ниши, которые ей предназначены. И можно однозначно утверждать, что инженерная технология Skyway, ту, которую сегодня создает инженерное бюро Юницкого, это как раз та технология, которая в ближайшие 3, 5, 10 лет станет доминирующей технологией, которая как раз и обеспечит капитализацию интеллектуальной собственности. И мы с вами создали, друзья, систему, когда за счет венчурных премий, вот этих дискаунтов, которые сегодня вводят, а за этот год у нас 3 раза менялся дискаунт, и до майского, соответственно, фестиваля у нас произойдет как минимум одна смена дисконта, это точно. Скорее всего, это в зависимости от активности уже крупных фондов и инвесторов, смена дискаунта может произойти даже 2 раза. Соответственно, это показывает приход, это именно инвесторов и инвестиций, и это показывает уже надежность технологии. Как еще не раз тоже говорилось, как итог 2016 года, что мы показали и Юницкий продемонстрировал, что технология существует, потому что все понимали венчурные риски о том, что есть технология или нет. На сегодняшний момент можно однозначно утверждать, что технология существует. Но при этом, друзья, ни в коем случае нельзя понимать о том, что венчурные риски сегодня ушли. Сегодня выходят на первый план риски, связанные с конкуренцией, политические риски, с точки зрения именно конкуренции за инвестиции. Это тоже, друзья, тот момент, который надо учитывать и который сегодня в основном нас пугает. Но это, друзья, по принципу, знаете, ну это вы сделали, машины построили, показали, ну хорошо, а вот дальше РЖД у вас все это отберет или не даст вам строить это все в России. Или следующий момент, вы начнете сейчас там что-то делать, и у вас там, не знаю, что-то в очередной раз не получится. Но, друзья, а вот очень много обсуждали вопрос по сертификации. Вы не засертифицируете, и все мозги начали навыносить и писать во всех чатах, во всех это, что сертифицировать это невозможно. А что, друзья, буквально репортаж вышел с конструкторского бюро, и были основные разъяснения, что сертификация – это естественный процесс конструирования, что сегодня все закладывается для того, чтобы самые сложные и жесткие требования были выполнены именно на уровне конструирования и изготовления. И сегодня у нас есть еще серьезные партнеры, которые готовы нам помочь сертифицировать в Белоруссии, сертифицировать в России. Для этого есть специальные центры, и вот мы в Санкт-Петербурге познакомились с одним таким центром, который создан на базе политеха Санкт-Петербургского. Сегодня есть такие центры в Канаде, которые сегодня взаимодействуют с нашими партнерами. Есть в Австралии, есть в Америке, и поэтому никакой сложности, никакой проблемы здесь, друзья, нет в принципе. Вот, соответственно, дальше, если говорить по логике снятия рисков, то по мере развития проектов у нас будет разрастаться количество наших партнеров, наших друзей, которые помогают нам продвигать адресные проекты, которые помогают решать те проблемы, которые возникают. И здесь, друзья, как раз возникает такое противодействие, что чем больше будет уровень людей, которые противодействуют этой технологии, но, к сожалению, вот как произошло в 2009 году, когда была вокруг Венецкого небольшая горстка людей, и они не смогли противостоять тому, что полигон был уничтожен, эти стенды были все разрушены. Сегодня это, друзья, уже не так просто сделать, это уже большое сообщество людей. Более того, диверсификация происходит, что такие сегодня эко-технопарки начинают создаваться в разных регионах и разных странах мира, и как бы сегодня кто ни захотел, одновременно, разом, везде уничтожить это уже просто невозможно. А мы с вами, друзья, как акционеры, как партнеры, я могу сказать, что мне все равно, от чего я буду получать капитализацию и прибыль по своим акциям, от строительства дороги в Твери, в Калининградской области, или в Боливии, в Монголии, в Америке или в Израиле. Это все одна группа компаний, и юридическая система отстроена таким образом, что неважно, в какой части света сегодня начинается реализация адресного проекта, все это идет на капитализацию общей интеллектуальной собственности. И эта модель очень сегодня хорошо работает, и это как раз устойчивость и защита того, что ее нельзя сегодня изменить и разом сломать. Некоторые говорят, ну вот Юницкий завтра все бросит, создаст новую компанию, туда и введет всю интеллектуальную собственность. Во-первых, это сегодня уже сотни тысяч акционеров, во-вторых, это уже созданы не одна и не две управляющие компании, куда входит именно соучредителем та компания, которая владеет интеллектуальной собственностью, где мы с вами являемся партнерами. Поэтому система выстроена очень жесткая, очень сложная и юридически защищенная. Поэтому это как раз группа юристов, и команда, которую как раз во главе с Виктором Бабуриным, она отстраивала это последние два года. И на сегодняшний момент, исходя из того, что основные инвесторы и основной объем инвестиций сегодня идет уже с Восточной и Западной Европы, идет большой объем с Америки, с Канады, это говорит о том, что доказательная база и юридические аргументы, которые сегодня приводит наша команда, она достаточная для того, чтобы инвесторы сюда входили. Ну вот, друзья, это то, что касается с вами 2016 года, то, что мы с вами сегодня сделали. Я не могу не сказать, что я очень рад, что мы с вами все вместе собрались, что мы это сделали, и, как я уже говорил, это невозможно. То есть, кому казалось, или многим нашим оппонентам, что мы не дойдем до этого этапа, мы дошли. Следующий этап, друзья, это, конечно, совсем другие горизонты. Это первый, но очень важный, но очень маленький шаг. 2017 год, это будет годом расцвета технологии SkyWay, когда каждый житель Земли, еще раз, друзья, мы с вами подведем итоги через год. Каждый житель Земли в течение 2017 года будет знать о технологии SkyWay. Значит, что все будут входить акционерами или все будут партнерами? Нет, друзья, кто-то из этой категории, кто-то из тех, кто будет знать технологию, будет нашим оппонентом, нашим врагом, нашим противником, кто-то будет нашим союзником, кто-то будет сотрудником и так далее, и так далее, и так далее. Но то, что о технологии узнают все, это однозначно. И второе, что очень важно, это будет запуск нескольких десятков. Я не могу сейчас прогнозировать, сколько это будет. 10, 15, 20, 30, 50 адресных проектов. Но то, что это будет не один десяток, это абсолютно точно запуск уже конкретных адресных проектов с бизнес-планами, с отводом земель, с финансированием, с началом именно уже трассировок и уже изготовлением именно и путевой структуры, и подвижного состава именно под эти адресные проекты. Это тоже будет, друзья, 2017 год. Поэтому здесь нельзя не сказать, что 2017 год с точки зрения общей экономических ситуаций, с точки зрения внутрироссийских, так как мы большинство сегодня акционеров живем в России, для России будет очень сложный год. 2016 год был сложнейший год. И как вы видели, что даже с Турцией я показывал несколько сегодня штрихов, которые прошли. Но те события, которые произошли буквально позавчера, это просто шокирующая вещь, когда убили полномочного посла в Турции. Вообще, друзья, когда стоит на уровне войны, и президент Путин завтра отменил свою традиционную конференцию и будет участвовать в похоронах и перевез на пятницу. Это, друзья, события, которые просто выходят за такие, скажем так, понимания или ординарные события. Это, друзья, сложнейшие события, так же, как и сбили наш российский самолет. Это говорит о том, что события, которые будут происходить вовне, они очень сложные. И при этом мы абсолютно, друзья, четко утверждаем, что, несмотря на это, проект Skyway будет развиваться с самыми быстрыми темпами. Он будет находить новых союзников, он будет начинать строиться по разным направлениям, по разным проектам. И более того, это мы с вами подведем, друзья, уже в итоге 2017 года. Мое утверждение такое, я и говорю, это под запись. И в 2017 году у нас, друзья, будет возможность сравнить с тем, что мы говорили и с тем, что реально произойдет. Развитие проекта Skyway все больше и больше. И в 2017 году начнет очевидно влиять на геополитику. Когда развитие таких государств, как Индия, с применением технологий Skyway, будет влиять на всю мировую политику. И страны начнут выстраиваться в очередь для того, чтобы понимать, как будет изменяться их экономика, их место в сегодняшнем мире с применением технологии Skyway. И 2017 год, друзья, с одной стороны будет развиваться вот эта негативная тенденция. Почему она, друзья, негативная? Потому что будут падать цены на нефть, будет конфликт между вот этой энергетической лобби и с тем, что сегодня проводит новое. То, что сегодня развивающиеся и развитые страны, развивающиеся страны, им нужны ускорения темпов, им сегодня нужны новые прорывные технологии, новые скачки для того, чтобы выходить вот с этого нищенского существования. И развитые страны, которые будут пытаться тормозить этот процесс, естественно, конфликты эти будут нарастать. И в какой форме они будут выходить, друзья, мы только будем, к сожалению, наблюдать. Но то, что технология Skyway, это действительно то, что сегодня решает очень и проблему освоения территорий, и проблему занятости для развивающихся стран, и проблему сегодня и обеспечения продовольствием и новыми ресурсами, то, что Маккензи сегодня, институт Маккензи показывает, как основные проблемы вызова вот этого десятилетия 21 века, все эти проблемы сегодня Skyway решает. Поэтому, естественно, друзья, что это технологическое решение, но, что абсолютно точно, что все увеличивается больше и больше количества людей, которые это понимают, которые это принимают, и которые готовы это дальше развивать и продвигать. Поэтому, друзья, я могу сказать уже, подведя этот итог, скажем так, нашей работы, что мы живем в очень интересное время, друзья. Мы с вами создаем очень важную и очень нужную сегодня технологию. И если еще кому-то стыдно говорить или кому-то о том, что мы создаем новое и будущее, то на сегодняшний момент все больше и больше людей приходят к этому пониманию. Я считаю, что не зря мы собрались в такое сообщество Skyway, не зря мы сплотились вокруг инженерной школы, которую создал инженер Юницкий. И сегодня я могу сказать, Леонардо да Винчи нашего времени, он сегодня обладает целым рядом технологий. И после, это тоже как небольшой штрих, после выставки «Транспорт России», где мы обсуждали с компанией очень интересной, которая на базе Сколково создает ветровые генераторы. И когда мы с ними считали и пришли к пониманию, и они сами просто обалдели от того, что наши трассы могут не только, передвигаясь и перемещая грузы и пассажиров, не потреблять углеводородное сырье, они еще могут половину энергии вырабатывать и выдавать ее, соответственно, потребителям, которые находятся вдоль этих трасс, на что Юницкий меня как в свойственной ему манере, потому что он в уме считает быстрее, чем я успеваю наживать на кнопки калькулятора, он меня поправил в том, что возможности, которые есть в трассах Skyway, они позволяют до трех пятых, то есть реально 80% выдавать энергии вовне. И только 20% оставлять энергию для внутреннего потребления. То есть это, друзья, говорит о том, что наши трассы будут не только экологически чистыми не потреблять углеводородное сырье, а они будут вырабатывать еще экологически чистую, возобновляемую энергию. Об этом, друзья, год назад нельзя даже было говорить вслух, потому что наше газо-нефтяное лобби просто сразу на это смотрело, как на врага, я уже не знаю, не то что врага отрасли, это само собой, на врага России нас пытались из этого сделать. Сегодня, когда всем очевидно, что нефтегазовый отрасль в принципе не может обеспечить сегодня развитие страны, и только развитие новых технологий, выход на новый технологический уровень позволяет сегодня сохранить и суверенитет, и вообще развитие страны, сегодня позволяет утверждать, что Skyway это то, что сегодня не будет потреблять углеводородное сырье, а углеводородное сырье должно идти туда, куда в свое время еще говорил Менделеев, куда оно в сути и предназначено. Это нефтехимия. Это бесценное сырье, которое может идти на синтез новых материалов. Ни один другой материал может на это идти. Тем более, это невозобновляемые ресурсы, поэтому сжигать нефть и газ сегодня в топках автомобилей и электростанций, это просто преступление перед будущими поколениями. Поэтому мы сегодня должны к этому сырью относиться более бережно, соответственно, энергию мы должны и будем потреблять, и производить из других источников, а углеводородное сырье должно пойти только в нефтехимию. Это следующие этапы, и как мы говорили, уже сегодня абсолютно оформился шестой технологический уклад, который идет за следом за интернетом, Транснет. И сегодня уже начинают проявляться контуры следующего, седьмого технологического уклада, но об этом мы будем говорить, друзья, уже после майского фестиваля, после того, как станет очевидным сегодня система Транснета, струнных трасс Юницкого. Тогда, друзья, мы поговорим о том, с чего все это начиналось, и сегодня уже выходит, ну, так сказать, очень ясно понятие, что седьмой уклад и следующее направление, которое разрабатывает в Юницке, оно сегодня крайне востребовано, это уже развитие другой, более глобальной и транспортной системы, и технологического решения, которое будет дальше менять облик всей нашей цивилизации. Ну, вот, друзья, давайте на 2017 год мы с вами сделали вот такие, скажем так, описания и прогнозы, вот, будем готовиться к тому, что год будет очень сложный, вот, действительно, каждого из нас это коснется, вот, каждый, мы все живем в этом времени, вот, поэтому, к сожалению, мы будем всеми свидетелями и участниками этого процесса, но, как мы всегда говорили, у нас есть очки Skyway, которые мы одеваем, и мы знаем, как это будет дальше двигаться, мы знаем, как сегодня делать стратегию развития и России, и евразийского континента, и вообще, в дальнейшем развитии целых стран и государств, и континентов. Это сегодня концепция, которая идет из развития струнных технологий, это просто их естественное применение. Так же, как мы, друзья, сейчас бы с вами фантазировали или расписывали, как будет менять мир технология Transnet, технология интернета, мобильной связи, мобильной, оптикового окна, Гугла, Джобса, Эйпла, Билл Гейтса, Сукенберга, это все герои этого технологического уклада. Сегодня очевидным, что за каждым этим словом, за каждым этим именем стоят целые огромные корпорации, огромные направления, огромные научные разработки. Так вот, друзья, то, что мы сегодня создаем, это не то, что такого же уровня, это еще и значительно масштабнее то, что сегодня происходит. И первый очень важный шаг, то есть для нас, друзья, был очень важный 2014 год, который сейчас, как вспомню, первые вебинары, первые конференции, так, друзья, как вспомню, так вздрогну, понимаете. И сегодня, когда мы видим эти фотографии, мы видим сегодня испытания, которые каждый практически день нам показывают с конструкторского бюро, это, конечно, совсем другой год. 15-й год, год развития, 16-й год, друзья, мы четко показали, что существуем, и мы встали на ноги. 17-й год, это будет год прорывной, технологии, когда, еще раз я могу сказать, друзья, когда технологии Skyway узнает каждый житель Земли. Кто из них придет к нам, партнерам, это дело лично каждого. Мы проводим, друзья, разъяснительную работу, мы обучаем, мы показываем, мы рассказываем с точки зрения именно научного подхода, что и как мы делаем, а соответственно, действия принимает каждый сам. Мы ввели, друзья, еще это для тех, кто является уже нашим партнером, которые и знают ценность акций и долей, которые сегодня дают именно как ленчурные премии за те инвестиции, которые входят в проект. У нас введено сегодня счастливое Рождество с 20 декабря по 20 января. Все условия вы это знаете, если не знаете, входите в личные кабинеты. Это только для тех, кто понимает ценность, соответственно, тех обязательств, которые получаете. Поэтому сегодня есть возможность очень существенно увеличить свои пакеты, которые сегодня есть, если вы верите в проект, если вы верите в технологию и если вы видите ту команду, которая сегодня в состоянии это реализовать. Для меня никаких сомнений, друзья, нет. Дело каждого, соответственно, как это продвигать, как делать, как развивать, это, соответственно, друзья, уже, ну, скажем так, дело персонально каждого. Поэтому наше традиционное сегодня, ну, скажем так, уже девиз или как уже руководство к действию «Строй скайвей, спасай планету», он выходит уже на действительно планетарный масштаб. Сегодня все больше и больше серьезных людей и деятелей подключаются к этому проекту. Сегодня мы уже рассматриваем целые концепты развития регионов и стран, то есть мы сегодня просматриваем и пишем уже концепт для развития Монголии, Боливии, сейчас еще ряд заказов идут, я не исключаю, что в ближайшее время мы будем делать концепт для развития Индии, именно с применением концепта транснета из струнных технологий инженерной школы Юницкого. Это все тоже, друзья, не за горами, и это как раз тот 17-й год, который мы с вами все будем ходить. И дальше уже, как люди, которые стоят на этом ковчеге, которые понимают, что, что бы вокруг не происходило, мы всегда знаем, куда идти, куда выходить, и я думаю, что еще в течение 17-го года мы вернемся и к концепту развития России с помощью технологии Skyway. Мы с Алексеем Суходоевым это уже несколько месяцев, ну, там, где-то с год назад писали, но пока это не востребованная вещь, пока никто не видит из тех, кто принимает решение. Но опять же, друзья, это тоже 17-й год, через год в декабре 17-го года я думаю, что будет очень интересно подвести итоги, будет очень интересно сделать анализ и, соответственно, проанализировать 17-й год и уже наметить планы и наметить то, что нас будет ждать в 18-м году. Поэтому, друзья, с чем я вас поздравляю на 17-й год, то, что это будет год не красного петуха, это все чушь собачья, это можно выкинуть из головы, а это будет все-таки год SkyWay, год становления именно с точки зрения информационного продвижения года SkyWay. С чем, друзья, я вас всех и поздравляю, потому что все, кто имеет к этому отношение, вы действительно достойны того, чтобы видеть, как это будет развиваться и, соответственно, как это капитализироваться. С наступающим вас, друзья, 2017-м годом годом развития SkyWay, соответственно, друзья, мы еще с вами увидимся и, я думаю, не раз и будем дальше работать, развивать, строить, эксплуатировать, ну и, соответственно, доживем до тех результатов, которые мы уже ждем как раз с точки зрения и капитализации, и материальной, соответственно, компенсации нашего риска, нашего ожидания, нашего терпения. и здесь, друзья, я не могу опять в очередной раз, так как все-таки уже у нас Новый год, тут много задают вопросов, а как, а что, что будет дальше, когда закроется краудинвестинг, когда придут крупные инвесторы. Вот здесь, друзья, нельзя не вспомнить мою бабушку, которая была очень мудрой женщиной, и всегда говорила, дай Бог, друзья, нам дожить до этих проблем, вот, когда мы будем думать, куда же вдевать дивиденды, или куда вдевать доходы, или куда дальше инвестировать, какие технологии развивать. Это тоже, друзья, все не за горами, мы вам дадим целую программу, мы вам дадим целые интересные предложения по тому, как дальше двигаться. Ну, все, друзья, на этом этот вебинар будем заканчивать, я считаю, что довольно-таки такой развернутый анализ 2016 года, того, что сделано и подведение итогов, это некие такие цели и задачи прогноз на 2017 год, именно с точки зрения, друзья, Skyway, еще раз я могу сказать, что я теперь все, что делаю, смотрю только через технологию Skyway, соответственно, друзья, для нас очень интересное время, но, друзья, я не могу этого не сказать, очень тяжелое и сложнейшее время, поэтому мы будем по мере возможности это нивелировать, но очень многое от нас, друзья, не зависит, поэтому будем дальше делать, развивать то, что в наших силах, а сейчас, оглядываясь на 2016 год, я могу сказать, что вместе, друзья, мы сила и вместе мы можем решать такие задачи, которые раньше казались в принципе непреодолимой силы или непреодолимое решение для того, чтобы двигаться и преодолевать, и когда такая масса, такое количество очень неглупых, неординарных, энергичных людей начинает реализовывать такой проект, то, друзья, происходит то, что сегодня происходит. И мы уже привыкли к тому, что когда мы проводим экофестиваль, вот в марте, в апреле месяце, когда перед этим идет дождь, со снегом, после этого, именно в день фестиваля ясная, яркая погода, солнце, когда мы вчера едем снимать как раз то, что эти обломки от этого полигона, когда нам надо еще снять позавчера отвратительная погода, сегодня дождь со снегом, а вчера было яркое солнце, очень все красиво, отсняли, поэтому, друзья, как сказал Виктор Боборин, мы к этому уже начинаем привыкать, что мы с вами делаем нужное и правильное дело, и даже природа в этом плане нам очень часто помогает, и мы с этим сталкиваемся постоянно и постоянно. Я не люблю никакой мистики, друзья, я абсолютный материалист, я стою жестко на научном именно фундаменте, мне не интересуют никакие предсказания, мне не интересуют никакие оккультные вещи, но действительно, с точки зрения статистики, это, друзья, начинает вызывать уже сначала удивление, а потом уже привыкание. Ну вот, друзья, на этом я и закончу, чтобы у нас в Skyway была всегда хорошая погода, что по факту и происходит, и чтобы мы всегда, что тоже, друзья, по факту происходит, достигаем тех целей, которые декларирует инженер Юницкий. Друзья, с наступающим Новым Годом, все, друзья, всего самого наилучшего. Я отключаю запись,